В преддверии Дня Победы студенты политехнического колледжа познакомились с героем нашего времени. Человеком, который стоит на защите интересов нашего государства и выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. К гостю учащихся немало вопросов, но абсолютное большинство интересует карьера военнослужащего. Как в войну попал, заканчивал Суворовское училище, Ташкентское общевысковое командное училище. Вот так я и стал военным, профессиональным. Ну, случилось так, что необходимо было уволиться из вооруженных сил Российской Федерации. 27 лет перерыва, сейчас опять мобилизовали, призвали в армию. Служим, защищаем Родину. Защитник России ранее уже служил в нескольких горячих точках. Был участником боевых действий в Афганистане и Чечне. Сейчас бойцу 57, но возраст, отмечает он, не помеха, когда дело касается защиты и интересов государства. Сегодня командир батальона выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО. Сейчас военнослужащий в Самаре. Приехал на время отпуска. Но уже через пару дней ему снова предстоит вернуться на Донбасс. На встрече, которая прошла в формате диалога, студенты смогли задать все интересующие вопросы. Многим хотелось узнать, как обстоят дела у наших бойцов. Доходит ли до них гуманитарная помощь и насколько страшен свист пуль над головой? Военнослужащий постарался ответить каждому из них. Я очень сильно за них волнуюсь. Я вижу и слышу разные истории, которые происходят там. И сегодня, когда я задала вопрос, и наши студенты колледжа, и ответили на вопросы, достаточно много узнали нового. Впечатлений, на самом деле, очень много. Это был мой не первый разговор с человеком, участвующим в СВО, у которого были не первые боевые действия, опыт в них. И, в принципе, мнения у них у всех сходятся. Но это, конечно, все страшно, но я, на самом деле, очень рада что-то поговорить и задать интересующие вопросы, на которые можно было получить честный ответ. Самарские студенты принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и в таких масштабных акциях, как письмо солдату и посылка солдату. Хватает всего, но оно же имеет свойство заканчиваться. То, что гуманитарная помощь приходит и по одежде, по обмундированию, ну, что же, необходимая помощь рвется, изнашивается, заменяем. Ну, то, что получаем от гуманитарной помощи, благодарны, конечно. Но остальное все есть, все в наличии. По словам военнослужащего, на сегодняшний день батальон обеспечен всем необходимым. Бойцы выполняют поставленные спецзадачи, помогая и поддерживая друг друга. А весточки из родного дома греют душу и напоминают, что их помнят, любят и ждут. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok